Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Ну что, пройдемся по вашим комментариям-то! Так, значит, на видосик моча прошлое Максим задает такой вопрос, онкологию лечит? Некоторые виды онкологии были успешно излечены Армстронгом, это такой был английский уринотерапевт, так скажем, который использовал совместно голодание с уринотерапией. Не отдельно, а совместно. Вот совместно это очень мощное средство. И, кстати, Максим, вы можете посмотреть мои видосики о том, как я проводил 40-суточное голодание. И во время клизмения из меня как раз выходила опухоль, что она собой представляла. Вы можете посмотреть. Так что совместно бывают весьма хорошие результаты. Ну это не значит, что 100% вот, 100% все это возьмет. Далее. Ирина пишет. «А я благодарю Господа, что подавил человечеству вас, то есть меня. Вы спасли мне жизнь, вы великий человек, спасибо вам». Ну, здесь я хочу так сказать. Естественно, я особо никого не спасаю. А вот те знания общечеловеческие, которые я изложил, постарался, знаете, их показать, как-то систематизировать. Ну вот как вот, допустим, ту же уринотерапию применять, там, совместно с голоданием. Рассказал много об уринотерапевтах прошлого, в чем их сила, там, в чем их слабость. Вот это вот, если вы используете и систематически подходите к оздоровлению своему организму, это дает результаты. В некоторых случаях это действительно очень здорово помогает. Мустанг Т9. Ностальгия мюзик. Ну так. Он пишет. Петрович, я понимаю, вас уже достались вопросы именно счет голоданий. Насчет голоданий. Сразу же я, так как читал этот комментарий, я хочу сказать, что из-за собой представляет голодание. Голодание – это временный отказ от приема пищи. Воду можно. Можно урину. Все. То есть, это временный отказ на какой-то промежуток времени, на день, на два, на месяц, там, пищи. Так. Но можете мне ответить, как преданному зрителю вашему. Мне 27 лет. Голодаю 6 раз уже в жизни. Просто хочется... И знаете, вот когда пишут, что голодают 6 раз в жизни, там, я понимаю, что голодание идет по классическому типу. А именно, только человек пьет воду, делает очистительные клизмы, очистительные клизмы с обычной водой, либо же с уриной своей собственной, либо же, будем говорить, воду делает как бы морскую, слегка подсаливает. И в качестве, в качестве. Слушаю, Юрия. Слушай, друг. Да. Я думал, что сегодня к 10, сейчас сижу, вспомнил, думаю, е-м-м-м. А что ж не пошел я сидит? Что-то вылетело в ней за лавой. Ну, бывает. Я не стал тебе напоминать, думаю, ну, она занят. Чего ты скромник такой, друг? Вот. Ну, если есть желание, я не знаю, можешь сейчас прийти или... Ну, нет, сейчас я живой гулять. Я что-то сегодня, если я так тебя чувствую плоховато, что-то давление мне давит, блин. Ну, давай тогда, отдохни, отдохни. Давай, да, это что-то, сегодня мне надо Господь уберет, что я сегодня, ладно, сидим. Что-то башка, знаешь. Ага, Юр, завтра подходи в 10 часов и мы выправим дефект. Ну, да, как я встал, на то мне что-то правда все плоховано. Ну, давай, если в 10 тебя не будет, я понял, что, значит, это... Все, давай, счастливенько. Значит, еще разок. Что я понимаю, голодание вот такое. Человек ничто не ест, пьет только воду, если уриновое голодание, значит, урину там использует. Делает клизмы с водой, чистой с водой, либо с подсоленой водой, либо же с уриной. Все. Я понимаю, голодание так. Продолжаем. Голодаю 6 раз уже в жизни. Просто хочется сейчас подойти к голоду именно на соках. Посоветуйте мне, пожалуйста, что будет эффективнее за 3 дня до голодания выпить для очистки. Ага. Еще. Просто хочется сейчас подготовиться к голоду именно на соках. Вот, смотрите, тут какое-то непонимание лично создается у меня, хотя я там почитал, почитал, почитал. Что? Вот, смотрите, первое, что я понял. К голоду именно на соках. То есть на соках голодание не бывает. Это есть некая диета уже. Некая диета на соках. Далее, вот он пишет, вот как-то, насколько там я понимаю. Посоветуйте мне, пожалуйста, что будет эффективнее за 3 дня до голода выпить для очистки. Если же подразумевается, что вы хотите 3 дня перед голодом очистить свой организм, а после, значит, голодание. Это несколько другое, но вот здесь какое-то разночтение. И даже в комментариях, в комментариях, вот, Вадим Лагрин пишет, какой голод на соках, вода и урина, все. А, значит, Мустанг Т9 пишет, Вадим Лагрин, прежде чем что-то написать, нужно внимательно прочитать. Вот, не хочу сказать, что я тут такой-сякой, но я тоже не особо понял сначала, что вы имеете в виду. Голод, потому что сейчас там по разным системам голодание на соках называют и так далее, так далее, так далее. Все это взбивать, либо же, либо же подготовиться к голоду именно на соках, то есть к голоду на соках. Перед голоданием подготовиться на каких-то соках, что будет эффективнее за 3 дня до голодания выпить для очистки. Ага, что чем смешать, что-нибудь мощное, ответьте, пожалуйста, если, конечно, будет время у вас. Итак, насколько я, так сказать, врубился, Мустанг Т9 хочет в течение 3 дней, прежде чем он начнет голодать, он пройти очистку организма. Смотрите, что бы я посоветовал, какие соки? Я бы посоветовал следующие соки пить. Это капустно-морковный, допустим, грубо говоря, даже пополам 100 грамм, капустного сока 100 грамм морковного пить. Вот, такой более-менее дешевый. Далее можно, значит, попить яблочно-свекольный сок, яблочного сока 200 граммов, 100 граммов, свекольного сока 100 граммов. Если первый сок капустно-морковный, он хорошо почистит желудочно-кишечный тракт, знаете, там вот особенно тонкий кишечник. Возможно, даже туда толстого слегка там доберется, но это навряд ли. Это будет хорошо уже, хорошо. А вот как раз яблочно-свекольный, он уже где-то будет, знаете, действовать несколько на печень, что само по себе хорошо. То есть вызовет обильное желчное отделение. Это будет вообще прекрасно. Далее, какие соки можно использовать? Можно использовать, смотрите, морковно-свекольную смесь, можно использовать свекольно-капустно-свекольную смесь, можно использовать, смотрите, мы вот мало рассказываем о тыквенном соке. Свежевыжатый тыквенный сок великолепно также влияет. Можно туда добавить немножечко, опять-таки, на стакан тыквенного сока свежевыжатого, добавить столовую ложку свекольного сока. То есть, свекольный сок, важно понимать, что он будет способствовать тому, что лучше будет желчное отделение, как бы сказать, вот это вот подготовиться организму лучше. И плюс еще яблочно-свекольный сок, это такие соки, которые способствуют кровотворению. Это очень хорошая вещь перед голодом, чтобы кровотворение было. Далее, можно использовать сельдерей очень хорошо. Использовать сельдерей, значит, примерно так, 50 граммов сока сельдерея, 100 граммов сока капусты и 50 граммов сока моркови. Можно даже огурцы использовать, ну, сейчас как-то не сезон, а вот те, которые сейчас сохраняются, то есть, вполне можно все это использовать. И так что, в течение, если вы перейдете, значит, на вот эти вот соки, овощные, то это будет очень хорошо. Можно, допустим, использовать вот яблочный сок, я вам сказал, допустим, апельсиновый сок, можно там еще, там, этот самый, мандариновый сок. Но цитрусовые соки для некоторых людей могут вызывать вот это, оскому. Поэтому не особо их как-то, как-то они идут, они вот, цитрусовые соки, их можно смешивать напополам, допустим, с капустным соком, с сельдерейовым соком, с тыквенным соком как-то они не пойдут. Ну, вот так вот, тыквенно-яблочный сок, вот еще можно использовать. То есть, различные варианты соков для того, чтобы у вас произошло, так сказать, действительно насыщение микроэлементами, очищение, подготовка. А вот цитрусовые, я как-то вот воздерживаюсь от них. Возможно, кому-то они и пойдут, ну, я бы вот так вот. Так, что-нибудь мощное ответить? Мощное, знаете, вот все-таки мощного особо не надо, потому что мощное, мощное всегда, знаете, перетряхнет организм, и потом организм будет во время голода там входить в нормальный режим. Поэтому не надо, как бы сказать, что-то такое применять, действительно, мощное. После чего организм, вот, должен вернуться, устояться, а потом, значит, там работать на голоде. Так что, есть время, я ответил. Очень хорошо, знаете, вот, еще использовать, ну, это вдобавок к морковному соку. Если вы берете морковный сок, стакан, то к нему очень хорошо, если в качестве мощного средства, это использовать, значит, сок корня петрушки. Ну, там примерно сок этого, корня петрушки, это там чайная ложка. Он очень сильный, очень мощный. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Ай! Реселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает, новый, новый год. Он врачу нам несет, он в танке раздает. Радость и любовь нас ждет, это новый, новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебство мы жадно ждем. И под чоком не покалом, ходит счастье в каждый дом. Радость и любовь нас ждет, это новый, новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова